Три дня назад впервые поступила новость о том, что тело гражданки Казахстана выловлено в Москве в реке Котловке. Подконтрольный министру Ерлану Идрисову МИД проявила оперативность только сегодня. Месседж короткий и мало о чем говорит. Казахстан берет это дело под контроль. Такая оперативность вызывает вопрос, работает ли вообще казахстанский форин офис. Хотелось бы видеть со стороны видна более активную позицию в защите наших граждан. Если данный гражданин данной страны, то когда он попадает в трудное положение, это должно быть ЧП и государство должно реагировать немедленно. И это должно быть известно каждому гражданину, что МИД действует очень быстро, своевременно и эффективно. За последнее можно вспомнить несколько историй, когда МИД кажется отсутствует как член правительства. Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства Казбек Бесибаев сегодня комментирует это так. У казахского политолога Расула Джумалы позади 15-летний стаж на дипломатической службе. Пик его зарубежной карьеры – генконсульская должность. Сегодня он прямо говорит, как работает современная МИД республики. Мне кажется, не хватает действительно оперативности. Иногда, возможно, нехватка кадров сказывается. То, что не совсем те задачи, поставленные перед консульскими сотрудниками, выполняются. Много времени уходит на документацию, на сопровождение прием чиновников. За последние два года очевидные всем результаты работы МИД – это открыто консульство Монако в Астане. Как говорят посвященные, это, скорее всего, для удобства вип-персон. А последний хит – зачем-то установлены дипломатические отношения с офшорной республикой Белиз. Правозащитник Ирлан Калиев догадывается, что не 17 миллионов казахстанцев имеют там личные счета. В первую очередь, это идут и коммерческие, и корыстные интересы другие. Потому что, во-первых, это офшоры. Это ни в коем случае не интересы граждан нашей страны, а шкурные, скажем так, корыстные интересы. То есть банальное отмывание денег. Между тем, победы казахстанской дипломатии на международной арене налицо. Хошь тебе в председательство в ОБСЕ, а хошь в организации «Исламское сотрудничество» на НОСУ «Экспо-2017». Можно вспомнить бостонских студентов или же депортацию родных политика Мухтара Аблязова. Невозможно только привести пример, когда МИД бы публично защищал рядового человека с паспортом гражданина республики Казахстан.